Так, ну что, давайте пока начнем потихонечку. Я думаю, что, может быть, кто-то еще присоединится, освоит технику, и тогда уже в более полном составе будем основную часть, скажем так, проходить. Для начала я обозначу какие-то нюансы того, как у нас занятие будет проходить. Мы постараемся сделать так, чтобы первая часть, скажем так, ну, около 40 минут или около получаса, чтобы эта первая часть была в большей степени лекционной такой, да, то есть я буду что-то говорить и обозначать какие-то моменты, нюансы. В том числе я буду затрагивать задания на следующее занятие. И, ну, в общем-то, в меньшей степени интерактивная часть будет. Она будет записана, и те, кто сегодня не посмотрит, да, эта конференция, не поучаствует в конференции вместе с нами, они потом смогут эту часть посмотреть, а после этого мы уже в интерактивном формате будем заканчивать занятие. Значит, что касается темы сегодняшнего занятия, да, то и не забывайте, если есть какие-то вопросы, пишите в чате сразу, то мы с вами, естественно, поговорим на тему, которая остается все равно и будет еще, видимо, долго довольно оставаться главной темой всех мировых СМИ и российских СМИ. Это тема распространения коронавируса, борьбы с вирусом. И, в общем-то, поговорим мы сегодня, наверное, в первую очередь о влиянии эпидемии, о влиянии вот этого всего явления самого по себе на работу СМИ, на работу телеканалов. Наверное, вы сами уже понимаете, что рано или поздно, если ситуация не будет улучшаться стремительно, большинство компаний, организаций, наверное, у вас родители уже, да, частично перешли на удаленную работу. И телеканалы мировые тоже меняют свой формат таким образом, то есть потихоньку переходят на удаленную работу. Как это происходит? Да, ну, вы знаете, да, там крупные телеканалы, типа CNN, BBC, вы были на РБК, тоже представляете себе масштаб, да, как выглядит ньюсрум большого телеканала, несколько ньюсрумов. Так вот, сейчас происходит следующее. Половина рабочих мест пустые, да, потому что те сотрудники крупных телеканалов, которые могут, они уходят на удаленную работу, работают из дома. Это часто редакторы, да, то есть иногда корреспонденты, да, те, кто может себе позволить это сделать, и на телеканалах, где есть ведущие, где есть роскошные большие студии, ну, им приходится либо отказываться от этого, что странно, да, либо придумывать какой-то новый формат использования этих студий. Понятно, что сейчас еще пока на всех ведущих телеканалах ведущие в студиях работают, но некоторые каналы, да, находятся в более выгодном положении сейчас по сравнению с этими вещателями, да, это телеканалы, которые, о которых мы говорили на предыдущих занятиях в том числе, это телеканалы, которые могут себе позволить работать без студии и без ведущего. Да, мы, собственно, приводили некоторые примеры этих телеканалов. Самый, наверное, яркий пример, да, европейский пример — это телеканал Евроньюз, который, ну, в общем, доступен каждому у нас, можно легко включить, посмотреть последние новости, да, это формат, ну, практически беспрерывного новостного вещания. Все сюжеты на этом телеканале показываются без пауз, да, ну, кроме каких-то роликов, да, скажем так, промо, да, то есть таких элементов небольших, да, никаких программ долгих там нет. Да, как есть, например, на РБК, где тоже, в общем-то, телеканал стремится к тому, чтобы работать без ведущего, если это получается, то есть они не работают совсем без ведущего, да, это ведущий за кадром, который читает. Текст мы его не видим, но видим на экране какие-то новости, какую-то картинку, да, какие-то события. В том числе по такому формату работает «Известие.ру», тоже телеканал, который доступен сейчас в сетке вещания общий. Он, в принципе, да, практически полностью отказывается от любых сотрудников в кадре. Если в «Евроньюз», вы, если замечали, да, там появляется иногда корреспондент, репортер, иногда он, ну, то есть от стендапов они не отказываются, скажем так, даже сейчас. То вот и «Известие.ру» — это канал, который, ну, скажем так, идет по максимально строгому пути в плане того, как показывать новости, да, как формировать эти сюжеты. И сейчас… Извините. Да-да-да, слушаю. А как сейчас «Коммерсант» работает? Да, давайте сделаем паузу, да, вот такой я отвечу на вопрос «Интерактивный коммерсант». Работает частично удаленно, то есть половина сотрудников сейчас работает из дома, да, вот, например, бригада, за которую я отвечаю на радиостанции, она уже со следующей недели переходит на удаленный режим. То есть я буду появляться как шеф-редактор, остальные будут вынуждены работать из дома в программах монтажных, да, которые, собственно, есть у всех установлены, да, с помощью техников, которые занимались, да, переводом на удаленную работу сотрудников, у них у всех есть дома на домашних компьютерах. И здесь любопытно надо сказать, что если сотрудникам райостанции, конечно, гораздо сложнее переходить, но вы понимаете, да, то есть нужно постоянно какие-то сюжеты начитывать, да, мы обычно это делаем в специальных студиях, специальных начиточных, да, где звукоизоляция, в квартире это сделать довольно трудно. А вот газета, вот коллеги из газеты говорят, что им, наоборот, гораздо проще, да, работать удаленно, потому что ничего не отвлекает, и они спокойно себя так же сидят, пишут свои тексты, созваниваются со спикерами, либо через скайп, либо через Zoom, либо по телефону просто, да, и записывают интервью. Частично, да, если как бы резюмировать, я могу сказать, что частично коммерсант уже перешел на удаленную работу. Ну, примерно половина, скажем так, половина редакции уже сейчас на удаленную. И радио, и газеты, и журналы тоже, соответственно. Так вот, возвращаясь к работе телеканалов, я должен сказать, что вот этот вот формат вещания, да, без ведущего в кадре и без корреспондента в кадре, он сейчас, ну, максимально удобен, в принципе, для любой редакции. Потому что, ну, в некоторых странах, как вы знаете, да, например, во Франции, да, нельзя выходить без весомой причины, в принципе, да, из дома на улицу. Можно выйти на пробежку, если у тебя какое-то очень стратегически важное предприятие, где ты работаешь, ты можешь выйти и дойти до работы, в магазин, если тебе необходимо, да. Всех останавливают в Париже на улицах и просят какое-то документальное подтверждение того, что тебе необходимо работать. Некоторые журналисты, конечно, получают тоже такое разрешение, но по большей части, естественно, все сотрудники крупных телеканалов, там тоже Франц-24, все практически работают из дома сейчас. И поэтому, ну, от корреспондентской работы по максимуму отказываются. Поэтому как вот в таких условиях делать телевидение, да, как сделать телеканал таким, чтобы его было интересно смотреть, да, чтобы он хоть сколько-нибудь информировал, привлекал внимание аудитории, да. Вот именно в таких случаях, именно сейчас формат, опять же, Евроньюз, РБК в какой-то степени, но не во всем, да, исключая студийную часть, да, из Вести РУ, это те форматы, которые очень удачно подходят для того, чтобы работать из дома. Значит, какие инструменты нужны, в общем, для того, чтобы делать сюжеты в таком формате? Ну, по сути, на самом деле, самое сложное, что здесь есть, самое такое, скажем так, трудоемкое, это поиск, скажем, спикеров, да, людей, которых интервьюируют для больших сюжетов, аналитических сюжетов, да, это, может быть, сюжеты экономические, про вирус, про спорт сейчас сюжетов нет, как вы понимаете, практически, из футбола в мире только белорусский футбол, там, да, и какой-то еще, общественные чемпионаты, соревнования приостановлены, развлечения. Понимаете, а в Беларуси есть футбол? Да, в том-то и дело, что в Беларуси есть футбол, и я вас уверяю, что очень многие узнали об этом буквально на прошлой неделе, да, потому что, и там, более того, самое интересное, что многие телеканалы, и спортивные, и не очень спортивные, скажем так, да, которые периодически показывали в своих странах, например, в Италии серию А, да, в других европейских странах какие-то национальные чемпионаты, они сейчас в экстренном порядке, некоторые из них купили в Италии, вот я точно знаю, у нас в России тоже теперь показывают чемпионат Белоруссии, потому что другого футбола нет, нигде весь остальной футбол сейчас на карантине. И те, кто, кому хочется и нравится смотреть какой-то футбол, они вот вынуждены смотреть белорусский. Это тоже вот такая часть трансформации, скажем так, телевещания. Оказывается, он есть. Да-да-да, вот так вот, собственно, можно узнать много интересного и нового. Что касается, вот, собственно, инструментов-то там, ну, как бы вот, допустим, про тот же, рассказать про тот же коронавирус, про то, как в городе обстоят дела, что происходит, это можно, да, любой телеканал все-таки обладает корреспондентом, которого даже в самой тяжелой ситуации можно облачить в защитный костюм, дать ему противогаз, и он даже будет очень колоритно смотреться в кадре, да, если выйдет где-нибудь, значит, в центре Москвы и начнет рассказывать про то, что в городе происходит, какой-то, может быть, даже стрит-ток сделает, да, на безопасном расстоянии, ну, и так далее. И вот в таких ситуациях, возможно, есть какой-то выход. Но если мы начинаем рассказывать о некоторых событиях, да, которые происходят не в Москве, там, да, не в каком-то, не на каком-то расстоянии, до которого можно добраться на машине, на общественном транспорте, например, в Европе или в других странах мира, то здесь на помощь должны приходить ресурсы, да, скажем так, специальные некие инструменты для того, чтобы сюжет создавать, да. Именно поэтому здесь, в таких ситуациях, нам может помочь, ну, скажем так, интернет, да, и видеохостинги, и информагентства. Я в презентации скинул несколько вариантов источников для информации, которые, в общем-то, могут помочь найти не только каких-то спикеров, да, то есть уже, о которых уже проинтервьюировали, которые что-то важное сказали, например, прохожие в Италии, да, какие-то, премьер-министр, которого записали, в его пресс-службы записал и распространил какой-то страны. Это может быть и не только чиновник или прохожий, а просто какой-то ученый, эксперт, да, если мы говорим про сюжет о коронавирусе, то вот это все уже, в принципе, записано, да, и записывается регулярно информагентствами, и постоянно все эти, собственно, материалы можно найти в интернете. Поэтому я призываю вот в ссылочках, по ссылочкам перейти, которые есть в презентации, и посмотреть, где и как можно взять и видео фоновое, скажем так, да, и как и где можно взять интервью, да, для таких сюжетов. Это, как бы, такой формат используется и, там, например, на Евроньюз, да, и вот на тех телеканалах, о которых я упоминал. Да, в принципе, все телеканалы мира часто пользуются видеоинформагентствами, потому что, ну, так проще, это у них большая корреспондентская сеть, они могут записывать в условиях апокалипсиса даже какие-то видеоматериалы для своих сюжетов. И таким образом, собственно, другие телеканалы, даже, там, допустим, какой-то московский телеканал, да, получает возможность заполучить вот эту вот нужную для себя информацию, да, и на ее... Я вот слышал, на волне коронавируса вроде как многие работодатели, и в том числе коммерсант, выдала своим работникам энную сумму денег, ну, просто на всякий. Это правда? Это социальные выплаты, да, Facebook в Америке это делал, да, и вот руководство издательского дома коммерсант тоже решило таким образом. То есть это такая мировая практика, кто-то это делает, кто-то считает это нужно, кто-то нет. В США власти, например, решили в какой-то момент, собственно, ну, то есть как власти. Дональд Трамп, президент, в какой-то момент решил таким образом поступить, вот, чтобы поддержать граждан в сложной ситуации, да, то есть... Если не скрет, вам много выдали в коммерсанте? Ну, это все в открытых источниках можно посмотреть. Есть одинаковые, это одинаковые выплаты для всех. Такие же, как в США, да, обещали. К всему миру у них фиксированные, ну, почему-то так получилось, фиксированные суммы. А еще вот вопрос тоже довольно смешной. Зачем людям столько туалетной бумаги, как вы думаете? Ну, вот, кстати говоря, это вопрос о том, зачем люди по всему миру скупают продукты первой необходимости, в том числе, да, и туалетную бумагу, и маски, да, ну, маски. Может быть, понятно для того, чтобы постараться себя обезопасить, если на улицу вынуждены выходить. Ну, вот что-то, что считается, без чего будет трудно выжить, люди часто покупают. У каждого свое представление на этот счет, но часто бывает так, что как раз влияние, да, это вот отдельно еще одна интересная тема, что влияние СМИ в данном случае, да, и крупных телеканалов в том числе, оно распространяется как раз на потребление, да, ну, то есть на то, кто, что, в каком объеме и зачем хочет идти и срочно покупать. Возможно, вполне... Не, вот просто, например, туалетная бумага покупается в гораздо больших количествах, чем те же продукты долгохранящиеся или продукты первой необходимости, лекарства. Короче, все то, что, как мне кажется, по крайней мере, гораздо больше пригодится в случае глобального акалипсиса, чем туалетная бумага. Да, ну, вот, собственно, именно так, ну, как бы это происходит именно так, потому что в какой-то момент, да, то есть, ну, как, по крайней мере, отмечается сейчас, да, ну, это и традиционная вещь, на самом деле, для подобных случаев, когда какие-то ураганы происходят там в США, да, очередная, там, Катрина или какой-то еще ураган достиг восточного побережья США, там у них тоже происходит какой-то ажиотаж по поводу чего угодно, да, там они идут в магазины что-то покупать быстро, и часто бывает так, что первые покупатели, ну, они что-то купили, да, там, ну, получилось так, что в одном из магазинов, допустим, посетители решили закупиться, там, не знаю, зефиром, например, ну, так случилось, и какой-нибудь телеканал решил, вот, сделать про этот сюжет, ну, почему бы и нет, да, там, внезапно люди идут закупаться зефиром, да, и вот, собственно, об этом сделали один сюжет, один телеканал, другой телеканал, где-то еще написали, и остальных, собственно, да, остальные СМИ подхватили, и тут люди смотрят, думают, ага, все зефир скупают, пойдем-ка тоже купим зефиры, раз это так нужно, наверное, неспроста, вот, и все идут покупать зефир, и лавинообразно так происходит. Возможно, с той же туалетной бумагой произошло именно так, да, потому что действительно... А вдруг мы не знаем о каких-то ее свойствах, может, и есть, можно отказывать. Именно так и рассуждают многие из тех, кто идет и массово скупает какой-то продукт. Опять же, да, это важно подчеркнуть, что это влияние в том числе, или даже, может быть, в первую очередь, это влияние тех сюжетов, которые выходят на крупных телеканалах российских, европейских, да, каких угодно. Люди смотрят, ага, вот это скупают, наверное, нам тоже нужно, и идут в магазин для того, чтобы, собственно, этот самый продукт не упустить, да, не упустить. Поэтому вот из-за этого и происходит, в общем-то, дефицит потом в магазинах какой-линой продукции. И как бы кто ни говорил потом, да, выступают чиновники, выступают производители, сами магазины говорят, что нет, давайте прекратите покупать, все будет нормально, мы возобновим поставки, всем хватит, но уже все начали покупать, да, уже процесс запущен, и из-за этого уже остановить потребителей, да, которые бегут в супермаркет невозможно. Вполне возможно. Например, в Дании многие магазины ввели такую политику, поначалу началось с антисептика, что в случае, если вы покупаете вот этот один антисептик, ну, баночку, вы платите 10 крон, а если вы покупаете вторую, то вы платите уже 10 тысяч крон. Ну, нет, искусственные мерами... И это работает, дефицита нет. Нет, искусственные мерами можно. Одна баночка на человека. Можно, можно, конечно, но уговорами невозможно. Да, все равно люди, даже если ввести такой мер, все равно люди пойдут интересоваться, а где еще можно купить это, а пойти это правильно. Ну, не знаю, лично мне кажется, что начинать такую панику по скупанию продуктов нужно только, если начнется что-то вроде ситуации, как из сериала «Ходячие». Ну, только в этом случае, мне кажется, я бы лично встал с дивана и побежал бы скупать или воровать все, что может, чтобы выжить. Ну, да, ну, послушайте, люди привыкли поддаваться панике в таких ситуациях, это нормально, в том числе и на фоне, как бы, просмотра разнообразных телешоу даже вымышленных, да, здесь обстоятельства вымышленные, все равно ассоциации работают, они играют свою роль, поэтому сейчас очень важно, чтобы крупные... То есть сейчас ответственность СМИ за эту информацию, которая поступает, да, это еще одна важная история, она возрастает многократно. То есть если как-то начинается развиваться какая-то тема, да, поэтому хорошо, что не подхватывается крупными телеканалами и СМИ такой вопрос о том, существует ли в принципе коронавирус или нет. Понятно, что можно на улице встретить массу людей, которые скажут, что да нет, никакого коронавируса нет, на самом деле это все кто-то придумал, да, допустим. Какие политики там, неважно. У вас только что Ирина тоже пропала, как будто бы она из конференции вышла. Ну да, наверное, что-то все-таки не так с настройками, потому что я так понимаю, что уже было такое сегодня. Не знаю, мне кажется, я вот смотрю, только у меня теперь в конференции вы и я, больше никого нет. Ну да, ну, что поделаешь, надо нам, значит, вдвоем с вами справляться как-то. Чуть более... Ссылка работает, ссылка работает, там идентификатор в порядке. Я вот только что перезаходил, когда отходил на минутку. Ну, давайте продолжим тогда пока с вами вдвоем. Давайте. Может быть, что-то изменится со временем. Так вот, собственно, что касается влияния, да, раз мы уже начали об этом говорить, то вот важно, чтобы телеканалы сейчас крупные, особенно, потому что телевидение все равно из всех СМИ наиболее влиятельное, да, люди смотрят, особенно, да, пожилого возраста, скажем так, которые находятся в группе риска, да, в плане коронавируса, они смотрят телеканалы, и очень хорошо, что нет сейчас вот таких каких-то заговорческих, да, ну, на, по крайней мере, приличных телеканалах сюжетов на тему того, есть коронавирус или нет, да, потому что это тоже со своей стороны могло бы спровоцировать неправильную реакцию, да, потому что, с другой стороны, некоторые телеканалы, конечно, перегибают палку в том плане, что разводят слишком сильную панику, из-за чего люди действительно вот могут пойти и что-то скупать, не то что, да, наверное... Ну вот, вроде бы даже как бы и там, я не знаю, я не смотрю РЕН-ТВ и телеканалы такого типа, но я подозреваю, что даже там сейчас этим не злоупотребляют, да, ну, возможно, есть какие-то добавления на тему того, кто еще мог завести коронавирус, тогда да, то есть, да, там, инопланетяне или кто-то еще, но в целом не подвергается сомнению то, что действительно есть, существует проблема и как-то с ней нужно совместно бороться, да. Значит, что касается в целом того, какие темы, да, сейчас пытаются развивать телеканалы, когда говорят про коронавирус, да, ну вот что в первую очередь приходит в голову, какие сюжеты самые, скажем так, часто повторяющиеся? Ну, по-моему, чаще всего сюжеты про то, какой должен быть набор первой необходимости или про то вообще, в принципе, общие сводки о коронавирусе, они выходят наиболее часто. Ну и картинка, наверное, да, тоже, то есть, там, что происходит на улицах, да, и международных. Я недавно видела по одному из новостных каналов статистика о том, какие наборы первой необходимости люди выбирают чаще всего. И вот там была диаграмма, большинство людей выбирают не наиболее дешевый и наиболее, так сказать, выгодный набор, где больше продуктов питания и всего самого необходимого, а выбирают тот, с которым будет более комфортно. То есть, например, там около 50% человек выбрали набор, в котором содержались больше не предметы первой необходимости, а предметы, которые, ну, как мне кажется, в случае чего, не сильно помогут. То есть, там было по минимуму лекарств и продуктов долго хранящихся, а были больше продукты, ну, можно сказать, вкусные, а не те, которые долго хранятся. Ну, есть мнение еще, что люди надеются до сих пор, что это все ненадолго. На месяц, на другой, поэтому и не как к рациону для бомбоубежища, да, подходит к закупке товаров в магазине. Более мягкий вариант такой выбирают. Есть еще всякие такие темы, вот, не только про товары, да, наверное, а и темы про услуги важные, которые в эти выходные, снова вы, может быть, слышали, что в эти выходные было, какие новости по поводу Москвы непосредственно, да, какие услуги стали недоступны в Москве? По-моему, если я не ошибаюсь, закрыли кинотеатры, запретили вообще вот, ну, массовые какие-либо мероприятия, они теперь считаются вне закона, вроде так. Ну, больше 50 человек пока в Москве. Нельзя собираться, больше 50 человек, поэтому, в частности, все крупные концерты, да, и спортивные мероприятия, все это отменено. Но в эти выходные, вот, непосредственно вчера в Москве закрылись все фитнес-клубы, спа-центры, бассейны, там, вот. Это первое, что в Москве именно попало под запрет, потому что кинотеатры чуть раньше попали под запрет в Подмосковье. Да, ну, то есть даже это не был запрет, это рекомендация для торговых центров, чтобы закрыть кинотеатры. Вот, и вот эта вот тема тоже, она, ну, скажем так, выходит на первый фланг. А вы знаете, насколько давно подверглись закрытию такие места, как спортзалы, фитнес-центры? Да, сколько давно произошло? Вчера, вчера вышла рекомендация настоятельная закрыть все фитнес-центры, залы и бассейны в Москве. То есть с какого-то числа, по-моему, с понедельника, да, это можно уточнить, я боюсь ошибиться в дате, но это вот первый такой шаг, да, в Москве. Потому что я просто тоже занимаюсь, как бы, в зале, мне только вчера пришло уведомление о том, что там закрывают, соответственно, и абонемент мой приостанавливается, там срок действия, вот такие вот санкции типа, что закрыли на неопределенный срок. Ну да, и в контексте всех этих историй и новостей важно, что многие, ну, то есть если мы берем там какую-то большую, про фитнес-клубы, да, большая сеть такая, типа World Class, да, или какой-то такой, ну, где, в общем-то, у них есть какой-то и финансовый запас, да, и поддержка, они могут закрыться, несколько месяцев не работать и потом возобновить работу. Но есть огромное количество компаний, и не только в фитнес-сфере, да, и те же кинотеатры, которые у нас не запретили в Москве пока, но, тем не менее, на сеансы почти никто не ходит, да, и премьеры переносит, и поэтому, и сборы у них с показов очень скромные, и все это может привести к тому, что со временем, в общем-то, у нас станет гораздо меньше кинотеатров, гораздо меньше фитнес-клубов тех же самых, да. Вы думаете, те, у кого нет экономического запаса, обанкротятся? Да, вполне возможно. Более того, да, как бы, сами участники рынка об этом говорят, что высока такая вероятность, потому что, ну, им нужно оплачивать все равно и заплату персоналу, да, и, собственно, как бы с арендой вопросы решать, вроде как, кому-то удается, кому-то нет. И людям, которые работают в этой сфере на время, пока запрещено, ну, как бы, они не могут себе позволить, да, работать, и там, как бы, если они бизнесмены, или если они, например, менеджеры, да, в таких компаниях, им приходится что-то новое искать себе, да, и компаниям, ну, просто непонятно, когда компании возобновят свою работу. Также и происходит часто с, ну, то есть самая важная проблема, наверное, касается туристических компаний, потому что турбизнес просто встает, и, в принципе, там точно будут какие-то серьезные банкротства, и с авиакомпаниями есть проблемы, в общем, с точки зрения, да, бизнеса это большая проблема для всех этих компаний, с точки зрения потребителя это означает, что будут проблемы с выбором, скорее всего, и когда все это закончится, то всем этим компаниям придется как-то выживать, и, возможно, все станет дороже, те же фитнес-клубы, может быть, станут дороже, да, если они не применят тактику, да, с большими скидками, чтобы привлечь обратно клиентов, да, и с кинотеатрами будет так же, и со всем остальным, то есть никто не знает, как будет точно, но цены вряд ли порадуют потребителей, скажем так. Понятно, но я больше считал, что, скорее всего, все закончится к лету, потому что нашли уже некое подобие вакцины, и теперь решают конкретно в Китае и США вопрос о том, каким образом ее поставить на массовое производство, и откуда на это брать средства. Так что вполне возможно, что если все это продлится еще месяца-три, то, может быть, это не принесет никаких таких отрицательных последствий? Да, но, то есть, на это все надеются, да, что, по крайней мере, ситуация пойдет на спад, потому что в том же Китае уже вроде бы количество зараженных, да, не увеличивается в такой прогрессии, как в Европе, в той же самой, да, но что касается вакцины, то вакцины только вероятнее всего, да, это тоже, кстати, одна из важных тем, которые каждый день обсуждается, то, что это волнует, как и тесты, да, на коронавирус и вакцины тоже, это одна из важных тем, которые крупные каналы и у нас, да, и за рубежом подхватывают, да, чтобы выяснить, когда же, когда же, потому что вакцины производят в самых разных частях мира, да, в разных лабораториях, у нас производят в Штатах, в Италии, в Китае, естественно, начали первыми, но тут есть нюанс, да, все эти, собственно, приготовления, да, они очень могут серьезно затянуться, потому что любую вакцину нужно испытывать очень долго, получать сертификат на разных уровнях, не только от ВОЗ, да, но и у себя в стране, и если будет какой-то побочный эффект, то компания там грозит уголовной ответственности, поэтому никто не будет ускорять этот процесс, да, и обходить все эти контролирующие моменты, и, естественно, да, вот как говорят, в лучшем случае это зима, да, скорее всего, то есть вакцина будет готова в лучшем случае зимой, вот, ну, то есть вот, опять же, да, все, вот эта вот вся информация, она выясняется, и мы, как бы, любыми СМИ, в основном благодаря разговорам с учеными, да, с теми, кто разрабатывает сейчас лабораториями, которые занимаются разработкой вакцины, да, вот эти вот все истории, ну, скажем так, обсуждаются, всплывают, да, и, ну, но обновление постоянно идет, да, потому что где-то появляется надежда, что, ну, вы вакцину разработали какую-то, ее начинают тестировать, ну, и, соответственно, это дает возможность говорить о том, что будет больше вариантов, да, что что-то получится. И, конечно, да, когда мы, как бы, разделяем условно, да, темы про коронавирус на нескольких частей, да, то здесь важное, да, значение имеет в первую очередь как раз то, как распространяется коронавирус, и как с ним борются ученые и врачи. Второе — это сфера потребления, да, о которой мы говорили как раз, что происходит на... в реальности, да, в магазинах, что происходит в сфере услуг, да, то, о чем мы поговорим, так, ну что, еще у нас есть, получается, минут 25, даже повеще. Меня слышно? Да, да, слышно, слышно. А меня? Да, нормально. Так, ну, у нас есть минут 20-23 еще, поэтому сейчас я перейду к заданию. Все, о чем я говорил, да, что касалось непосредственно вот этой вот работы телеканала «Без ведущего», да, скажем так, формата, с одной стороны, распространенного, с другой стороны, во многом недооцененного, да. Это то, собственно, что я хочу попробовать, попросить сделать вас. То есть формат сюжета, я сейчас вам отправлю в чат ссылочку на материал Евроньюз, да, чтобы было понятно примерно, да, о чем идет речь. Хотя вы в Евроньюз все смотрели, естественно, знаете, как они там делают сюжеты, да. Но с учетом тех нюансов и требований, которые есть в презентации к работе, да, вот этот вот материал, ссылку на который я скинул, он больше всего подходит, наверное, как ориентир. Собственно, для того, чтобы понять, как делать этот сюжет, я расскажу в двух словах, в принципе, как происходит этот процесс, да. Вот, когда редактор, телевизионный редактор, я когда работал на НТВ+, тоже этим занимался, сидит в ограниченных условиях у себя дома, у него нет ни оператора, у него, у этого человека нет под рукой никакого дополнительного материала. Все, что есть у журналиста, это компьютер, доступ к Ютубу, да, доступ к свободному контенту информагентств, ну и, собственно, всякая информация, которую он может добыть в интернете. В таких условиях тоже вполне можно без особенных проблем сделать хороший качественный сюжет. Для этого нужно в первую очередь найти себе, ну, какую-то тему, да, связанную с чем-то актуальным. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы вы для себя выбрали тему, связанную с актуальными темами, ну, то есть с актуальными событиями. Это не обязательно должно быть именно там какой-то международный рассказ про коронавирус, про то, как с ним борются. Это может быть что-то связанное с досугом во время коронавируса, да, что сейчас, да, люди не ходят в кино, но люди смотрят сериалы, люди пытаются работать, люди пытаются учиться удаленно, да, сидя дома, вот как мы сейчас с вами. Да, и это тоже иногда связано с кучей всяких трудностей и проблем, да, вот эти темы можно выбирать. После того, как вы выбираете тему, да, тема может быть любой, да, это может быть даже тема, например, о том, как разные звезды, да, тем более видео сейчас немного, на карантине сидят, пытаются и себя развлекать, да, и развлекать своих поклонников, да, и неким образом тоже, может быть, зарабатывать деньги, да, проводя для всех желающих. Что нужно для начала? Для начала нужно понять, какую тему, да, собственно, вы хотите сделать, и это, да, будет первым шагом. Второе, что вам нужно, да, это открыть все источники, ссылки, на которые я в презентации дал, это и агентство «Рейтер» и агентство «Асшет Пресс», и просто видео «Ютюбер», да, которые можно использовать, но весь этот материал, конечно, нужно использовать со ссылками, да, на, даже если это просто некий Василий из Нижнего Новгорода, который записал какое-то видео, которое может понадобиться для вашего сюжета, все равно нужно на него сослаться, конечно, да, что это его видео, которое он записал, а если мы говорим о крупных телеканалах BBC, CNN и информагентствах, «Рейтер», «Асшет Пресс», «Реа Новости», да, на это все тоже нужно, конечно, отдельно ссылаться. После того, как вы, собственно, нашли какой-то материал, да, а как его можно найти, да, вот по этим ссылкам посмотрите, просто поискайте в видеокостингах какие-то комментарии на тему. Вот, например, у вас есть тема, связанная с, ну, скажем, покупкой масок в аптеках, да, ну, такая простая, самая распространенная тема. Вы ищите какие-то комментарии в интернете, находите в Ютубе выступление, да, записанное журналистами, да, для какого-то информагентства, ну, допустим, сотрудника Минздрава, который говорит, что маски такие-то годятся, такие-то не годятся, смотрите, ну, может быть, вам подойдет, да, такой комментарий. Потом ищите кого-то, кто стоит в очереди, какие-то видео, смотрите, ага, кто-то выложил у себя, значит, на канале то, как он стоит в очереди и рассказывает, что в очереди столько человек, невозможно пройти, вот. Это тоже видео, которое может вам помочь, да, для вашего сюжета. И вот у вас уже есть два интервью фактические, да, то есть это не в чистом виде интервью, не в классическом, да, что вы подошли с микрофоном или позвонили и записали. Нет, это, в общем-то, высказывание скажем так, в первом случае, да, официального чиновника, в втором случае, может быть, прохожего, да, и, имея уже два этих видео, да, вы можете проставить тайм-код какой-то, того куска видео, да, который вам нужен, не обязательно монтировать, для начала просто проставить тайм-код. Это будет два фрагмента интервью, которые вы будете использовать для своего сюжета. А дальше, основываясь на этом материале, вы уже можете писать текст, да. Какого рода текст здесь может быть? Это должен быть текст, не обязательно такой сухой и строгий, как у Евроньюз, да, не обязательно такой короткий, да, и, скажем так, основанный исключительно на фактах, да, текст, вот, известия.ру. Предлагаю вам попробовать посмотреть немножко эфира этого телеканала тоже. И, конечно же, не такой загруженный цифрами, как эфир РБК, да, то есть это что-то должно быть близкое вам скорее, что вы можете, как бы, единственное, что, конечно, опираясь на какую-то информацию официальную, на которую нужно ссылаться, да, вот, пример я вам прислал, да, в презентации с тем, как лучше аргументировать разные точки зрения в сюжете, да, они могут быть разные, безусловно, то есть, как я приводил пример с масками, чиновник может говорить, что маски нужно обязательно носить, все покупайте, вот, именно такие, и лучше не маски, а респираторы, потому что маски плохо защищают, такой-то, сикой-то категории, а вот, собственно, в очереди наш с вами соотечественник, который стоит, он говорит, что, ну, слушайте, я тут стою, во-первых, в очереди, во-вторых, масок нет, да, и непонятно, как мне быть, ну, например, да, то есть это, в общем-то, две разные позиции, и одна справедливая, и вторая тоже, да, но так получается, что в таких темах, да, он, конфликт даже не нужно иногда искать, он возникает сам собой, да, а иногда, в общем-то, не обязательно искать конфликт в теме, да, если мы говорим, опять же, о том, как звезды, к примеру, да, проводят свой досуг у себя дома, то можно просто найти видео, как, ну, вы, наверное, видели, да, как поет Робби Уильямс, да, там, как Энтони Хопкинс играет с котом или с собакой, я не помню, да, с кем, но, в общем, таких видео довольно много, и там их найти несложно, но обрамить эти видео со всех сторон, да, я тоже в презентации обязательно посмотрите, да, то есть сюжет должен начинаться с текста, потом идет текст, идет фрагмент интервью, идет текст, опять фрагмент интервью, и заканчивается все тоже текстом, да, то есть как вот в этом сюжете Евроньюз, который я вам прислал в качестве примера, то есть там мы можем, не очень нагруженные смыслом эти синхроны, да, эти видео, куски интервью, как кто-то поет, веселится, поставить этот сюжет, но при этом обрамить нужно текстом с какой-то фактической информацией, например, рассказать о том, что музыканты, вот многие, которые появляются, все эти там уже заявляли, что отменяли концерты, да, что кто еще, например, участвует в этой акции, да, пообщаться со своими фанатами онлайн, скажем так, и, ну, то есть максимально интересную и емкую в том числе, в то же время информацию тогда ставить зрителям, вот, если вкратце, то такой формат сюжета в таком виде мне бы хотелось, чтобы вы создали к следующему нашему занятию, ну, или в течение ближайших недель написали, я, естественно, не требую больших объемов, ну, этот формат не предполагает больших объемов, но мне бы хотелось, чтобы хотя бы несколько предложений до первого фрагмента интервью, да, который вы найдете в ютубе или где угодно, вот, кстати, архив Associated Press очень удобный, потому что там мало того, что хоть и старые видео, да, на старые темы, но тем не менее какая-то картинка, да, которая нужна в таких случаях, да, когда, собственно, репортер, да, делает свой репортаж из дома, скажем так, да, в данном случае, так из офиса обычно, а тут из дома, который он начитывает, да, на фоне этой картинки идет картинка, а он что-то там говорит, да, потом уже возникает на экране спикер, да, потом опять идет фоновая картинка, да, чаще всего это кадры, там, допустим, если это коронавирус, ну, как люди на улице ходят, там, да, кто-то в маске и так далее, то есть это тоже могут быть довольно нейтральные кадры, но вот у Associated Press есть в архиве много такого материала, который подойдет под любую практически тему, да, можно найти там подходящее видео, вот, и поэтому мне очень нужно, чтобы вы потренировались сделать две вещи, во-первых, нашли нужные фрагменты видео для вашего сюжета, да, на любую тему, касающуюся, я все-таки считаю, что тема должна касаться коронавируса, да, в каком-то виде, потому что сейчас все связано с этим, да, и развлечения, и досуг, и отдых, и работа, и учеба, без этого никуда, и дополнили все это собственным текстом, да, чтобы это была интересная история, это может быть история, связанная как-то с вашими буднями, да, это может быть история, связанная с буднями известных людей, это может быть история, скажем так, которую, возможно, даже еще никто особо серьезно не поднимал, да, потому что это у многих СМИ просто руки не доходят, да, до каких-то тем, казалось бы, что тем полно, и все, там, думая о коронавирусе, да, сидят на совещаниях и говорят, так, мы еще не делали, там, про, допустим, про то, как в коронавирус, не знаю, там, работает маникюрный салон, давайте сделаем, значит, и начинают обзванивать, значит, да, вот так это на летучках, да, так называемых совещаниях на телеканалах происходит примерно так, да, вот, все, то есть подбор тем, и есть наверняка до сих пор темы, которые мало кто или вообще никто даже не затрагивал в своих сюжетах, и это вот как раз было бы интересно попробовать сделать. Такой формат, да, он, во-первых, доступен сейчас вам, то есть его можно сделать не выходя из дома, а во-вторых, он очень хорошо тренирует возможность поиска информации, материала, да, видео в доступных источниках, да, которые доступны всем, и тренирует, что для меня важно, да, в данном случае, тренирует вашу способность написать емкий и интересный текст для такого сюжета. Вот, все правила, которые есть для написания такого материала, я вам в презентациях выслал, но сейчас, если хотите, могу на вопросы ответить. Я так понял, что нужно именно насчет коронавируса, именно как он жизнью влияет, в принципе, да? Можно, да, да, возможно, в принципе, любая тема, да, мы можем выбрать что-то, что не касается конкретно нас с вами, да, что происходит там в какой-то другой стране, например, в Австралии, да, мало ли, да, там в Австралии что-то интересное происходит, чего нет у нас, да, там с кенгуру и крокодилами, да, ну, это какая-то увлекательная история. Там нам не совсем близкая, но с точки зрения коронавируса все равно наши интересы затрагивающие. А может быть что-то связанное непосредственно с вашими буднями, да, то, что вас волнует, потому что часто темы для эфира на телевидении рождаются именно так. То есть, например, проводится летучка, кто-то приезжает на работу чуть позже, да, и он говорит, ну, там, Василий Николаевич, как же так, что же вы приехали на 10 минут позже? А он говорит, ну, я в пробку встрял, первый раз такой в это время. Они такие, да, интересно, а что это с пробками? И так начинают общаться, и оказывается, что, например, сегодня какой-то рекордный день по пробкам, да, и все думают, ну, давайте об этом сделаем, а почему так произошло, как избежать дальше, и начинают думать всякие повороты, да, как этот сюжет так интересно сделать. То есть, часто темы для эфира рождаются так, поэтому и в вашем случае вы можете что-то взять из своих будней, да, но желательно, чтобы, опять же, если вы делаете такую историю, вы нашли необходимый материал, необходимую фактуру, да, касающуюся вашей проблемы интересную, и в то же время, чтобы вы смогли найти фрагменты видео, да, в Ютубе, желательно, чтобы они тоже были, эти интервью были информативные, да, чтобы кто-то высказывал какое-то мнение, да, или делился своей историей, связанной с темой, вот, ну, и опять же, это может быть какой-то официальный комментарий чиновника, руководителя какой-то крупной компании и так далее. Все зависит от темы. Да, если хотите, мы можем с вами, например, сейчас какую-то тему выбрать, чтобы было проще. Ну, то есть, например, какую-то тему, которая могла бы вам показаться сейчас артуальной. Ну, как мне кажется, опять же, ту тему уже отговорена, почему люди так сокупаются продуктами или вещами, которые вообще не являются вещами первой необходимости, как таковыми. Ну, то есть, ну, можно выбрать, можно выбрать, например, какие-то, ну, то есть, не самые очевидные, про то, про что уже все сделали, да, про туалетную бумагу, уже миллион сюжетов, да, есть, как и про маски. Можно выбрать что-то чуть менее очевидное и посмотреть, что, что еще покупают, помимо всего прочего, да, там, что, может быть, о чем-то так часто не говорят, но действительно, я уверен, что можно найти и какие-то видео людей, энтузиастов, которые ходят в магазин и что-то закупают такое, скажем так, необычное, или отталкиваются от статистики, например, да, сейчас много статистики на тему того, кто что покупают, магазин тоже отчитываются, да, и, может быть, какие-то продукты повторяющиеся, да, это тоже такое, может быть, интересное исследование, да, что если удастся найти какую-то закономерность в этих всех покупках, да, помимо стандартных, да, там, консервов и уже ставшей стандартной туалетной бумаги, там, да, и прочее. Что-то вот, о чем вы говорите? Как мне кажется, немного не обговоренная тема. В некоторых странах люди уверены, что, ну, как знаете, что произойдет все по самому худшему сценарию, как у многих известных фильмов. Есть и люди, которые на волне всего этого решили закупаться не продуктами, а оружием. Ну, у нас это сложнее, да, у нас это сложнее в Штатах в основном, потому что у них там проще. Да, в Штатах там в этом плане гораздо проще. Вот, ну, например, да, вот хорошая тема тоже. Соответственно, они, их мнение, это что, короче, у кого оружие, у того потом еда будет и все остальное, собственно говоря. Ну, да, то есть, ну, такие, то есть, это, опять же, влияние и не только медиа, да, как таковых, но и конкретных каких-то фильмов, да, и сериалов. Ну, да, просто, например, как мне кажется, многие люди, кто делают так, скорее всего, ну, да, на волне вот разных фильмов, где показывают о том, что, как правило, все есть у тех, у кого есть оружие. Ну, да, вот попробуйте найти какие-то интересные интервью на эту тему, да, разные, с разным мнением как раз, и наверняка удастся найти какую-то интересную фактуру для текста. Тоже, да, можно, в принципе, даже в таком сюжете использовать не только, значит, если есть какие-то конкретные фильмы, которые, да, там, влияют на таких людей, кто-то, например, упоминает, или в исследовании в каком-то это упоминается, то можно даже в качестве одного из фрагментов интервью взять, ну, скажем так, вместо интервью, да, взять кусок какого-нибудь трейдера, какого-нибудь фильма, что тоже можно в доступе найти легко на ютюбе, да, и на каких-то киносервисах. Давайте так попробуем. Давайте. Так, Анна, что вы скажете? Какая у вас есть мысль по поводу темы? Ну, тема я поняла, она достаточно простая. Я сейчас думаю, о чем я буду писать. И насчет видео мы вставляем просто ссылку на него или делаем транскрипцию? Я думаю, что можно ссылку и вместе со ссылкой тайм-код выставить какой-то, ну, то есть фрагмент, потому что вы можете, допустим, натолкнуться на интервью, которое длится, там, 20 минут, да? Нам, естественно, нужно из этих 20 минут, ну, максимум минута, может быть, даже меньше. И вот вы просто поставите, с какой по какой минуту, и я уже найду, соответственно, да, что вы имеете в виду, да, какой фрагмент. Хорошо, да, я поняла. Отлично. Какие у вас есть мысли по поводу темы, кстати? Что, может быть, о чем вы думали, да, о чем было бы интересно сделать, чего не хватает в нашем телевизионном пространстве, скажем так, на телеканалах ведущих? Думаю, сейчас все сконцентрированы на панике, а не на самом вирусе. Вот все люди, в основном в России, думают, что вот почему вакцину до сих пор не придумали. Они думают, что это просто, на самом деле вирус быстро мутирует, и поэтому вакцины еще нет. Вот, я думаю, это было бы интересно разобрать. Именно медицинскую часть вируса, а не его панику, которую сейчас освещают. Ну да, то есть более подробно разложить проблему о том, когда же все-таки мы хоть в каком-то виде получим, если не вакцину, то что-то сдерживающее хотя бы более-менее. Станет понятно, что может сдерживать. Да, и почему сложно так рассчитывать, что вакцина появится там послезавтра, да, или через месяц. Ну да. Ну хорошо. Тогда давайте я, ну то есть я записал все наше занятие. Естественно, Георгий Владимирович распространит среди тех, кто сегодня к нам не присоединился. И, собственно, все материалы я вам выслал, и буду ждать от вас какой-то обратной связи. Я вам сейчас еще раз напишу почту. Давайте сюда, куда можно будет прислать. Текст, да, например, и ссылки, да, на, собственно, ну по той схеме, которая у нас есть в презентации, которую я вам прислал. И буду ждать тогда от вас. Не обязательно прям к занятию это делать, но можно пораньше, если у вас будет время, да. Посмотрите обязательно, да, посмотрите обязательно эфир. Телеканалов, о которых я говорил, да, и не только Евроньюз. Но по качеству, что касается качества материалов, да, так как мы с вами, собственно, стремимся к максимально качественной журналистике, да, хорошего, высокого уровня, то лучше, конечно, ориентироваться по текстам, по подбору, да, интервью на Евроньюз. Но не вредно будет посмотреть и другие телеканалы такого формата, да, формат телеканалов без ведущего. Специальная презентация тоже есть в ВКонтакте, в группе, в нашем диалоге, да, среди трех презентаций, которые я выслал перед занятием. А вот хочется, куда можно присылать что-то готовное. Я на всякий случай скажу, что у нас уже скоро следующая должна быть пара. Да, все, я как раз, да, как раз на 17.09. В Валентиновной. Да, вот. Как раз не буду вас задерживать. Десять минут у вас есть отдохнуть до следующей пары. Буду ждать от вас материалов и текстов. Мне важно, чтобы вы присылали побольше текстов. Я мог их читать и какие-то рекомендации вам, соответственно, присылать по итогу. Спасибо вам. Вам спасибо. На связи.